вы не знаете чем заряжать свои аккумуляторы либо же вам требуется зарядное устройство для вашей бесперебойной системы либо вам требуется источник питания с регулировкой тока и зарядного напряжения он перед вами народ всем привет с вами как всегда я литиум мастер и ваши говорящие за кадром руки про это зарядное устройство меня спрашивали последние месяца три к сожалению очень долго его не было в наличии и наконец-то оно появилось огромная куча людей без всякого привлечения желаете приобрести такое зарядное устройство поэтому сегодня вам расскажу не только про все те функции и не только про те улучшения которые в этом зарядном устройстве появились но и в принципе наглядно покажу как можно использовать это уникальное реально универсальное зарядное устройство потому что его можно использовать не только в роли зарядника но еще в огромных огромных других сферах в общем сегодня все увидите но перед тем как рассказать про сам зарядник отвлеку буквально минуту вашего времени покажу еще другое зарядное устройство потому что это видео снимается в том числе для сайта авито чтобы покупатели наглядно видели какие зарядные устройства сейчас они мне могут приобрести сейчас наличие всего лишь два вида зарядных устройств собственно это по которой пойдет речь чуть дальше и обычное моё классическое зарядное устройство на 10 ампер полностью автоматическая которая подходит только для зарядки лития железо-фосфатных аккумуляторов в исполнении со штекером для заряда корпусных аккумуляторов белых мы еще чуть позже вернемся к этому штекеру либо же если у вас без корпусной аккумулятор или какой-то другой и нужны крокодильчики на конце то без проблем я вам эти крокодильчики поставлю при заказе зарядного устройства к сожалению не 20 амперных не 30 амперных зарядных устройств которые были ранее у меня на обзоре сейчас пока в наличии ближайшее время не ожидается до один из частых вопросов почему зарядное устройство черное а вилка белая но во первых вилку устанавливаю я здесь в россии потому что изначально эти зарядники приходят с плоскими двумя штекерами а во вторых я всегда говорил не устану повторять я по максимуму стараюсь локализовывать свою продукцию то есть если есть где-то возможность поставить российский кабель российский наконечник российскую вилку да даже хоть российскую за ленту где-то подмотать либо термоусадку поставить я всегда по максимум буду пользоваться этой возможности это замечательная вилка белорусского производителя самый лучший который можно только найти в россии и беларуси к сожалению даже нас в россии таких качественных не делает поэтому ставлю такую вилочку пускай на белое не особо коррелируется с черным зарядным устройством но зато в ее качестве я уверен максимально так ну и теперь наконец приступаем к нашему красавцу ну что в начале наверное давайте про улучшение зарядного устройства одно из главных отличий которые реально позволяет теперь этот зарядник эксплуатировать долгие долгие годы и не вывести его из строя даже умышленно это установка на минус совую клемму диода который как вы понимаете в одну сторону ток пропускает а в другую не пропускает сейчас я вам покажу предыдущую модификацию этого зарядного устройства раньше это зарядное устройство выглядело таким вот образом то есть в принципе все то же самое но как вы видите никаких диодов в цепи нет а следовательно подключение зарядного устройства с обратной полярностью чуть не вырвался то слово который обычно вырывается когда подключаешь с обратной полярностью зарядку из него выходит белый дым так вот при подключении плюсы к минусу а минусу к плюсу зарядное устройство издыхало издавая белый дымок о чем собственно крупным шрифтом по-китайски правда но крупным производитель написал на зарядке ни в коем случае не путать полярность это выводит зарядное устройство из строя здесь как визит подобные надписи нет без проблем можете подключать плюс к минусу ничего не произойдет и в дальнейшем я вам это покажу если правильно эксплуатирую зарядное устройство то вот на своем примере вам показываю этому зарядное устройство уже третий год пошел я пользуюсь им практически ежедневно у меня много таких зарядников я к использую своих профессиональных целях если внимательно относиться к полярности то даже это зарядное устройство вывести из строя было невозможно здесь же защиты от дурака ну вариант выхода его из строя исключен в принципе зарядное устройство построено на базе очень мощного блока питания мощностью практически 800 ватт могу вам показать шильдик вы можете без проблем загуглить в интернете что это за блок питания посмотреть его стоимость вам крайне рекомендую посмотреть стоимость этого блока питания также крайне рекомендую посмотреть дата шли тот производитель где указана наработка на отказ в несколько тысяч часов этого блока питания чтобы вы не питали люди по поводу того что эта фигня какая-то она у вас как бы сломает очень быстро нет нет и еще раз нет абсолютно точно вам заявляю блок питания emerson серверный поэтому у них надежность закладывается на этапе производства феноменальная для тех кто не очень внимательно читает описание в объявлении я вынужден дополнительно показать зарядном устройстве используется абсолютно стандартный сетевой кабель такой же как абсолютно во всех компьютерах в мультиварках микроволновках и огромной огромной кучи другой бытовой техники стоимость такого кабеля в россии составляет от 100 рублей то есть это вообще не дефицит этот зарядник не комплектуется сетевым кабелем вы получите зарядное устройство в том виде в каком вы вы видите сейчас и кабель вам надо будет это купить самому почему изначально не укомплектовать кабель да все просто если он придет из китая он будет китайский соответственно вилкой то есть ее придется переделывать но это получается немножко колхоз так как само тело кабель довольно таки толстая облетка толстая и вилка там смотрится немножечко чужеродно а здесь вы купите нормальный кабель с европейской вилкой без проблем будете эксплуатировать как я уже сказал стоит он сущие копейки наконец-то самое интересное переходим к характеристикам блока питания и так выключенном состоянии блок питания потребляет 2,8 ватта если мы включим блок питания не подключая к нему при этом аккумулятор потребление возрастает примерно до 3,6 ватт что как понимаете очень маленькие цифры характеристики блока питания по напряжению как увидеть диапазон от 2 до 15,3 вольт ток также регулируется в диапазоне от 1 10 ампера до 50 ампер как работает зарядное устройство после включения сетевой вилки и включения самого зарядного устройства тонкой отверткой вы регулируете напряжение то напряжение до которого вам надо либо зарядить аккумулятор либо то напряжение которое вам требуется в принципе регулировка происходит с правой стороны здесь вы можете видеть просто вставляем отвертку и вращаем по часовой стрелке до той поры пока вы не увидите на дисплее требуемое напряжение одной рукой это делать не совсем удобно точнее точнее совсем неудобно еще у меня но я все-таки правшим вот я попал шлиц регулировка на самом деле происходит очень быстро весь диапазон прибегается менее чем за 20 секунд если очень быстро вращать я просто вращаю очень медленно по 1 3 оборота давайте выставим примерно 36 вольт для того чтобы я вам показал параметры по току поставил чуть больше так как элемент который сейчас буду подключать он уже практически заряжен чтобы не было ограничения по напряжению вот выставили требуемое нам напряжение обязательно выключить зарядное устройство дальше подключаем его к аккумулятору подключили у нас в данном случае в роли аккумуляторной батареи выступает один элемент видите железо фосфата с зарядным напряжением 3,65 вольта специально подключил токовые клещи для дабы вы убедились в том что то который показывает дисплей зарядное устройство действительно соответствует реального потому что есть некоторые люди которые сомневаются в том что такой совсем небольшой блок питания а он весит всего лишь 700 грамм если не ошибаюсь только многие люди сомневаются в том что он способен выдавать огромный токи в 50 ампер после подключения аккумулятора включаем регулятором само зарядное устройство при включении сразу же идет у нас на заряд небольшой ток можем видеть 1,7 ампера дисплей показывает нам 1,5 ампер ну то есть расхождение если есть то оно минимальное и вращением регулятора по часовой стрелке устанавливаем и устанавливаем требуемый нам ток как я уже сказал вплоть до 50 ампер допустим поставил 28 токовые клещи показывает нам ровно 20 давайте поставим для сравнения 30 38 прям как ровно угадал здесь 31 31 и 2 31 и 3 то есть расхождение менее 1 ампера так как это все таки не лабораторный блок питания здесь абсолютная точность не требуется 47 здесь у нас уже показывает целых 42 ампера ну и давайте конечно же накрутим максимум то есть 50 ампер пожалуйста блок питания выдает даже больше чем 50 ампер на дисплей максимальные показания 49 и 9 здесь немножечко больше то есть блок питания превышает даже заявленные производителем характеристики на 2 процента что как понимаете очень и очень неплохо вы убедились что зарядник без проблем заряжает 3 вольтовый аккумулятор токов 50 ампер но нам этого мало поэтому мы продолжим ах да конечно же перепульсовка чуть не забыл включаем зарядник все прекрасно работать на ваших глазах все показываю когда зарядное устройство работает и полярность правильная то светится синий светодиод показывающий нормальную работу если мы попытаемся минус подключить к плюсу пока еще не произошло нас перепульсовки все работает а вот сейчас я докоснусь плюсом до минусовой клеммы все даже не было искры само зарядное устройство продолжает работать естественно потому что обратный ток до него даже и не дошел а вот здесь на диоде у нас светодиод перестал светиться говорящий как раз о том что произошла защита по короткому замыканию и более ничего не происходит как вернуть обратно зарядное устройство в работу все очень просто отключить зарядное устройство удалить перепульсовку лишний раз напомнить себе что надо все-таки быть аккуратным при работе с напряжением и с такими мощными зарядками ну и конечно же включить обратно зарядное устройство и порадоваться тому что она полностью работоспособна и опять же соответствует всем своим заявленным характеристикам если бы сейчас на его месте было бы другое зарядное устройство которое он показывал для сравнения она сразу же вышла бы из строя поверьте ребята на своем веку я таких зарядников к сожалению сжег немало и что самое печальное большинство сервисов не берутся за их ремонт потому что в принципе не понимают как их ремонтировать максимальное напряжение зарядника дабы не сомневались ну а нам для испытаний требуется немножечко больше выбран немножечко меньше чем 15 3 поэтому я настроил на 14 6 вольта и через фосфатный аккумулятор 4s еще раз говорю никогда так не делайте многие люди насмотревшись моих видео думают что вот в таком виде можно аккумулятор эксплуатировать нет ни в коем случае запрещено любой литий-ионный аккумулятор будь то ли через фосфатный литий-полимерный литий-ионный литий-титанатный и прочие другие которые еще не придумали всегда надо эксплуатировать только с бмс и так выставляем опять же максимальный токок сожалению токовый клещ я убрал сейчас и делаю я это для того чтобы показать вам кпд зарядного устройства который является реально уникальным для таких зарядников 51 и 3 ампера идет у нас в аккумулятор ток при этом составляет 13 7 если мы 13 7 умножим на 51 получится у нас около 700 до ровно прям 700 ватт энергии тем более только даже немножечко растет продолжает 700 ватт энергии поступает в аккумулятор а из сети зарядное устройство потреблять 760 ватт то есть 60 ватт расходуется на кпд 60 ватт от 760 это как понимаете у нас кпд получается 92 процента это очень и очень хороший кпд очень высокий кпд в основном кпд всех зарядных устройств составляет от 70 до 75 процентов а китайские подделки некоторые самый дешевый бывает еще и ниже кпд у них совсем печально здесь же кпд отличный и если вы будете использовать это зарядное устройство так как я покажу вам дальше вы поймете зачем я вам это говорю кроме того сам блок питания на от производителя уже имеет по умолчанию такую классную штуку к копии все то есть корректор коэффициент мощности не буду вас грузить техническими терминами если кому-то интересно вы загуглите и сами без проблем поймете что это такое объяснять это очень долго к сожалению но поверьте те зарядное устройство где это есть являются гораздо более лучшими чем те зарядное устройство у которых это нет сейчас вы можете видеть что кпд составляет даже более чем 92 процента еще к сожалению токовые клещи неправильно лежали вот сейчас 52 ампера реальный ток который идет в аккумулятор отключаю чтобы увидеть что по нулям 52 если мы умножим 13 8 сколько у нас будет сходу так и не сосчитаешь сосчитал 718 ватт будет при этом из сети зарядное устройство потребляет по-прежнему 761 то есть кпд там приближается уже практически к 95 процентам так ладно все с кпд закончили помимо зарядки аккумуляторов что еще можно с этим зарядником делать ну конечно же можно использовать как классический блок питания с регулировкой как только так и напряжение у меня к сожалению сейчас под рукой из низковольтного оборудования есть только лампочка на 24 вольтовая но в принципе от 15 вольт тоже светит ограничить ее работу по напряжение я не могу потому что один ампер это минимум который зарядное устройство может выдавать тут как бы в минус уже крутить некуда ну допустим я могу без проблем понизить напряжение зарядного устройства и тем самым как бы получается отрегулировать и мощность той нагрузки которую вы подключили к самому заряднику хочу вам все это сделать буквально одним кадром чтобы было нагляднее уменьшаем напряжение вольт до 10 х а его кстати сейчас можете видеть как можно быстро регулировать напряжение когда делать правой рукой пожалуйста нас лампочку же еле светит и ток соответственно потребляемый также упал менее одного ампера то есть отличие этого блока питания от зарядных устройств обычно классических в том что зарядники часто не работают пока не увидят на своем выходе то есть на клеммах напряжение начинают работать только тогда когда к ним подключена хмулятор здесь же нет работает любом состоянии подключен аккумулятор не подключен включили вас все будет гарантированно работать но это не самое интересное самое интересное дальше так что же можно сделать имея такое зарядное устройство и немножечко фантазии ну и немножечко оборудование конечно для Для некоторых сейчас, кто особо не понимает в этой теме, здесь покажется нагромождение каких-то устройств, но на самом деле все очень просто, поясняю на пальцах. Все осталось по-прежнему, из внешней сети у нас работает зарядное устройство через этот кабель. Вот он даже, вот он целый, чтобы не сомневались. К розетке у нас подключена внешняя сеть. Дальше, соответственно, зарядное устройство заряжает аккумулятор. Ну, пока выключено, сейчас включим, будет заряжать. От аккумулятора, в свою очередь, через кабель питается инвертор, а с выхода инвертора вы можете питать что угодно. Для чего это надо? Это ваша нагрузка. Ну, мы образно говорим, если вы себе такую же систему соберете. Это ваша нагрузка, то есть в данном случае 2-х киловаттных чайник, подключенный, как несложно заметить, к самому инвертору. Сейчас у нас внешняя сеть есть, зарядное устройство работает, все нормально, идет заряд аккумулятора. Включаем нагрузку. Чайник начинает работать. Слышно, как зажужжал нас инвертор. Теперь, что мы делаем? Имитируем отключение внешней сети. Выключаем зарядное устройство. Чайник по-прежнему продолжает работать. Под фразой «выключаем зарядное устройство» можно подразумевать фразу «оборвались провода в сети», «прошел ледяной дождь», «отключение электроэнергии». Все, что угодно, что приводит к отключению вашей внешней сети. Все работает автономно. Вы скажете, что здесь такого удивительного? Естественно, аккумулятор, инвертор, все работает автономно. Куда оно денется? Удивительное здесь то, что это все работает полностью в автоматическом режиме. Если я выключу зарядное устройство не выключателем, как положено, а действительно выдерну его из сети, то есть имитирую ту самую пропажу напряжения, сейчас оно полностью обесточится, немножко работает на конденсаторах входных. Теперь имитируем опять подачу напряжения из внешней сети. Зарядное устройство само автоматически включается с теми же параметрами, которые вы на нем до этого настроили, и также штатно, полностью автоматически, что важно, продолжает работать и заряжать аккумулятор. Когда оно зарядит аккумулятор, зарядный ток, как несложно догадаться, упадет до нуля, и потреблять оно из сети будет 3 ватта, как я вам показывал в начале. То есть тем самым, очень дешевым, очень простым способом на самом деле мы получаем источник бесперебойного питания с онлайн преобразованием энергии. Что это значит? Это значит, что нагрузка, которая подключена к выходу вашего инвертора, в данном случае чайник, вообще никак не зависит от внешней сети. Если у нас даже напряжение во внешней сети, сейчас вот оно составляет 233 вольта, то есть абсолютно стандартное ГОСТовское напряжение, даже если у вас напряжение понизится во внешней сети до 200 вольт, до 180, либо еще ниже, вся эта система все равно исправно будет продолжать функционировать, потому что зарядное устройство рассчитано на работу при входном напряжении от 110 до 265 вольт. И сейчас я могу вам это наглядно показать, так как у меня есть возможность поменять напряжение во входной сети. Пожалуйста, мы можем видеть, что напряжение во входной сети у нас понизилось до 180 вольт. Согласитесь, очень часто распространенная ситуация, когда напряжение в розетке вашего дома не соответствует требуемому. Зарядное устройство как работало, так и работает без каких-либо проблем, продолжает питать аккумулятор, а инвертор, питающийся от аккумулятора, в свою очередь продолжит также исправно питать вашу нагрузку. Это означает, что вы получаете в данном случае не только полностью автоматический источник бесперебойного питания, но и неким образом, скажем так, стабилизатор напряжения. То есть, независимо от скачков напряжения во внешней сети, у вас на выходе всегда будет стандартная стабилизированная 230 вольт, которая будет прорабатывать ваш инвертор. И плюс этой системы в том, что собрать ее можно максимально дешево. То есть, стоимость зарядного устройства вы можете посмотреть по ссылочке, которая будет оставлена в описании или в закрепленном комментарии. Инвертор можно купить на свой вкус, кошелек, в зависимости от того, какая мощность вам нужна. Если не сильно мощный и не синусоидальный, то уложитесь буквально в 3000. Итого, в целом, вам эта сборка обойдется чуть больше 10 тысяч рублей. И за эти деньги вы получаете и источник бесперебойного питания, и онлайн преобразования, и стабилизатор напряжения. По сути, три в одном. Также, когда у вас работает нагрузка, точнее, скажем так, часто бывает так, что сеть, которая подключена к какому-либо дому, она имеет крайне низкую мощность. В некоторых СНТ, допустим, это буквально может быть 1-2 кВт. То есть, люди сидят там прям вообще ограничены очень сильно в мощности. В такой системе ограничений мощности у вас нет. То есть, единственное, что ограничивает вашу мощность, это инвертор, который, собственно, имеет, ну, в данном случае, вот 3 кВт. Но ведь можно купить любой инвертор. 4, 5, 6, 8, 10 и так далее. Опять же, ограничений никаких нет. Это гораздо проще и гораздо дешевле, чем подавать заявку в сетевую компанию для увеличения подводимой мощности к вашему дому. Опять же, у многих возникнет вопрос. Какие 10 кВт, если зарядное устройство всего на 600, не 600, а 700 Вт. То есть, 700 Вт всего может идти в аккумулятор. Ну, я вам уже показывал. Чайник 2 кВт работает прекрасно, несмотря на то, что зарядное устройство подает всего лишь чуть более 700 Вт. Происходит это, естественно, за счет того, что у нас в роли буфера выступает аккумулятор. Собственно, именно поэтому здесь он и нужен. Если его убрать и напрямую подключить зарядное устройство ко входу инвертора, то мы сможем получать не более 600 Вт. А в случае с наличием буфера, аккумулятора в роли буфера, у нас, по сути, получаемая мощность ограничена той мощностью, которую этот аккумулятор может, в общем-то, и отдать через инвертор. Естественно, когда мощная нагрузка отключится, зарядное устройство полностью восполнит потраченную в аккумуляторе энергию. И в следующий раз, когда вам надо будет подключить нагрузку с мощностью 2, 3, 4 кВт, то есть пользоваться сваркой, либо запустить мощный насос, либо еще что-то, вам аккумулятор опять без проблем выдаст эту мощность. В то время как сеть на 2 кВт, которая может к вам теоретически приходить в ваш дом, вам не позволит моментально такую мощность получить. Давайте уж дождемся закипания чайника, раз уж всю эту историю с чайником я здесь затеял. Так, пытаюсь одной рукой все сделать. Поэтому таким вот нехитрым способом, имея такое универсальное зарядное устройство, вы можете решить огромную кучу проблем, которые так или иначе присутствуют во всех частных домовладениях. Всегда есть проблемы либо с мощностью, либо с отключением электроэнергии, либо с тем, что у людей зимой замерзают котлы, потому что отключают сеть, и котел встает, люди приезжают, а в них там все разморозилось. Установив такую систему, у вас никогда более не будет проблем с питанием даже при отключении внешней сети. Нормальный источник беспребойного питания, какой-нибудь мап на хорошую мощность, которым, в общем-то, я сам пользуюсь, и многие про это знают. Но он стоит просто космических денег. При этом зарядный ток этого мапа довольно низок, и КПД заряда именно тоже довольно низок. Здесь же мы имеем уникальный КПД 92-95%. Я вам именно к этому показывал КПД. Вы можете видеть, как быстро закипел чайник, несмотря на то, что на 2 кВт, несмотря на то, что практически полный. Так вот, если заряжать аккумуляторы постоянно мапом, то вы будете огромную кучу денег переплачивать за электроэнергию, которую мап будет рассеивать в тепло, то есть просто тратить ваши деньги на тепло. Здесь же, ввиду высокого КПД, никаких лишних трат не происходит. Все работает штатно, автоматически, без каких-либо проблем. Так вот, классный функционал у этого зарядного устройства, который на самом деле язык не поворачивается назвать зарядным устройством, потому что это действительно многофункциональное, полноценное устройство, у которого огромная, огромная сфера применений, не только, даже не ограниченное тем, что я вам сегодня показал, фантазия каждого пользователя, который себе его приобретет, я думаю, позволит ему сотворить с этим зарядным устройством гораздо больше систем, чем сейчас, сегодня вы видели на моем видео. Ну, а я, наверное, на этом буду закругляться, потому что, во-первых, я хочу пить чай, во-вторых, я устал разговаривать, в-третьих, я обжег руку об чайник. Поэтому, ребят, всем огромной удачи, всем пока. Кто досмотрел до конца видео, не ленитесь поставить лайк. Как я всегда говорю, с вас не убудет, а мне приятно. Если кому-то надо приобрести это зарядное устройство, уже сказал, ссылочки есть в описании. Звоните, пишите, обращайтесь. Если вы не из России, как иногда жалуются пользователи с Белоруссии либо с Казахстана, так как для просмотра контактов на Авито требуется зарегистрироваться там, то в описании я вам оставлю ссылочку и на группу ВК, и на сайт ВК. Заходите, там есть все мои контактные данные. Звоните, пишите, на WhatsApp можете писать. С удовольствием с вами пообщаюсь, все объясню, все расскажу. Ну и при желании, конечно же, сможете приобрести. Все, теперь точно. Всем огромной удачи, всем пока. С вами был, как всегда, я, Литюммастер. Ну и, конечно же, говорящие за каждым руки.